Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганфорум» в студии Виктория Сащенко. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Специальная демонстрационная выставка продукции белорусских товаров для индивидуальных предпринимателей. Диалог власти с представителями малого бизнеса продолжается. Новая прописка у Агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. В областном центре было торжественно открыто современное новое здание ведомства, у которого слоган «Все для максимального удобства людей». Творческий конкурс для творческих людей в управлении Брестского МЧС подвели итоги ежегодного конкурса среди журналистов. Первое место в номинации «Лучший автор» присвоено корреспонденту канала «Бук ТВ» Софии Бережной. Об этом и не только прямо сейчас. С 1 января 2016 года вступил в силу указ номер 222. Он внес существенные корректировки в работу индивидуальных предпринимателей. Перестроиться одномоментно на новый стиль сложно, потому власти неоднократно шли навстречу малому бизнесу, продлевали срок, когда можно торговать несертифицированным товаром, сняли ограничения на количество торговых точек, разрешили нанимать на работу не только родственников. Продолжается активная фаза сотрудничества и сегодня. На текущей неделе в областном центре состоялась выставка-показ, экспоненты которой представители предприятий легкой промышленности Беларуси. В качестве приглашенных – индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей. Основная цель мероприятия – налаживание взаимовыгодного сотрудничества производителей и оптовиков с представителями малого бизнеса. В рамках форума у последних была возможность пообщаться с представителями вертикали власти, задать интересующие вопросы. Подробности в первом материале выпуска. Валентина Дубинина – индивидуальный предприниматель с солидным стажем работы. Около 20 лет женщина занимается продажей джинсовой одежды. Говорит, знают о ней все. Признается, что на выставку пришла с чисто ознакомительной целью. Джинсовые товары в Беларуси практически не выпускают. Сегодня Валентина Александровна ищет варианты дальнейшей работы. Я планирую работать. Либо напрямую я с Турцией буду заказывать, но это очень дорого и очень сложно. Если бы еще только дорого, сложно. Растаможка, ввоз – вот это очень сложная процедура. Если бы она была упрощена, то можно было бы работать. Либо с Россией. Россия просто не все дают документы. Вы знаете эту проблему. Как бы готов работать и тоже готов брать, но они не все хотят. Точно так же в поиске ответа на вопрос, как работать и дальше, сегодня и многие другие представители малого бизнеса. Кто-то не имеет возможности найти товары своего сегмента в Беларуси, к примеру, мужскую одежду. Кто-то не уверен, что сможет продать продукцию белорусского производства и боится повторяемости ассортимента. Кого-то не совсем устраивают цены. Но и предприниматели, и представители торговых объектов города уверены, что раз выход из сложившейся ситуации ищут, значит он будет найден. Вообще мероприятие очень нужное и нужно для наших индивидуальных предпринимателей, которые большинство сейчас оказалось перед выбором. Да, или будут они, или не будут. Поэтому спасибо и органам власти, что организовывают такие мои предприятия. Я пристала рынок, где есть юбилейный, я директор. Очень много наших предпринимателей, более 40 пришли, я вот вижу. Поэтому думаю, что-то найдут. Я торгую по обуви на рынке, но для меня обувь дорогая. В основном на рынке искусственная идет обувь. И здесь цены такие дороже, чем у меня на рынке. У меня цены. И модели не устраивают. Модели очень старые все, неинтересные. Сейчас на выставке очень интересные есть модели. И мне как потребителю интересно, и мне интересно как руководителю торгового центра. Поэтому, поскольку, ну, немножко поздновато нас предупредили, может быть, кто-то и не придет, но мы от лица, так сказать, всех предпринимателей, мы информацию-то им донесем, буклеты мы все взяли. Поэтому проведем у себя собрание, все людям расскажем, кого заинтересует, а я думаю, заинтересует, потому что работать надо. Проведение подобных выставок – одна из мер, которые должны помочь найти ответы на проблемные вопросы. Большинство из представленных на выставке товаров произведены в Беларуси. Однако и тем, кто хочет работать с импортом, могут прийти на помощь. Начиная с 2014 года, оптовые торговые базы «Брест Одежда» и «Брест Обувь Торг» активно сотрудничают с зарубежными производителями. И сегодня они могут не только предложить имеющийся на складах ассортимент, но и оказать услуги в части ввоза и легализации товаров из-за рубежа. Мы являемся оптово-розничной организацией, поэтому предлагаем условия сотрудничества для наших предпринимателей различные. В настоящее время мы можем предложить ассортимент обуви как импортного, так и отечественного производства. Также мы предлагаем работу для наших индивидуальных предпринимателей по индивидуальным заказам, предварительным. И можем оказать весь комплекс услуг по доставке товара, по его растаможке и по сертификации всего предлагаемого ассортимента. За полтора года работы мы наработали порядка 20 производителей. Вся продукция у нас сертифицирована, мы предоставляем весь пакет документов. И условия, то есть у нас можно посмотреть на сайте, у нас можно приехать на склад, у нас организована работа таким образом, что можно рассчитаться и наличным, и безналичным путем. То есть наличным можно непосредственно у нас в шоуруме, и тоже выдается пакет документов. Помимо торговых, участие в выставке приняли представители организации, которые готовы помочь предпринимателям в части поиска поставщиков оформления документов и бухгалтерии. Мы помогаем и развиваем малому бизнесу по следующим направлениям. Мы оказываем бухгалтерские услуги, то есть для того, чтобы у предприятия малого бизнеса не было в штате главного бухгалтера, мы готовы вести бухгалтерские учеты, выполняем это качественно с 2006 года. Мы оказываем рекламную поддержку, дизайн, разработка сайта, дизайн упаковки какой-то продукции. Мы можем подсказать, какой способ продвижения продукции будет лучше, поискать новые рынки сбыта для этой продукции. И в том числе есть такая услуга, актуальная на сегодняшний день. Это помощь в поиске поставщиков за рубежом, будь то Россия, либо будь то Европа, и помощь в официальной доставке и оформлении таможенной очистки, оформлении сертификатов товара. В рамках мероприятия представители малого бизнеса смогли не только ознакомиться с предлагаемыми товарами и услугами, но и пообщаться с представителями вертикали власти, которые отвечают за экономику и торговлю. Подобные мероприятия на Брещене – не редкость. Уже не в первый раз в городе над Богом и в некоторых других населенных пунктах области создаются площадки для диалога, в ходе которого заинтересованные стороны могут обсудить проблемные моменты и попытаться найти ответы на волнующие вопросы. Мы проводим регулярно. Фактически работа ведется с ноября 2013 года. Работаем постоянно в этом направлении. Информируем, показываем. Практикуется даже такой механизм, как организация экскурсии, таких деловых поездок в Польшу на участие в выставках в Польше, где знакомятся с производителями импортного производства. Готовы работать наши операторы оптовые по различным схемам. Либо это под заказ, либо они формируют свои ассортиментные перечни. То есть путей сотрудничества множество. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. За последние 10 лет практически во всех региональных подразделениях Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь созданы надлежащие условия для приема граждан и работы персонала. Подтверждение вышесказанному – открытие в городе Бресте нового здания Агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Для многих из нас по отношению к данному ведомству привычна аббревиатура БТИ. Современное здание площадью 400 квадратных метров построено специалистами Стройтреста номер 8. Символический ключ был передан руководителю организации Василию Холодцову на церемонии торжественного открытия, которое состоялось 11 февраля. С подробностями Лариса Осмолович. Февральский день с дождем и снегом не располагал к длинным речам, а потому торжественная церемония открытия нового здания не затянулась. Тем более каждому гостю не терпелось увидеть, что внутри. Ключ от тех, кто строил, специалистов Стройтреста номер 8 по звуке фанфар передал главе ведомства Михаил Водчиц. Красную ленточку перерезали заместитель, председатель обрезкового облсполкома Николай Токарь и председатель Госкомимущества Белоруссии Андрей Гаев. И дружно на экскурсию. Тем более увидеть, есть что в новом четырехэтажном административном здании, спроектированном с учетом современных технико-инженерных требований и потребностей региона в оказываемых агентством услугах. Площади ведомства увеличились почти в шесть раз. Сегодня они составляют 400 квадратных метров, пропускная способность стала больше в два раза. До 500 человек в день в агентстве внедрена система электронной очереди. Все сделано, подчеркивают специалисты, для максимального удобства обратившихся. В Госкомимуществе делается все для того, чтобы все вопросы, связанные с получением документов на здания, на земельные участки, решались просто, доступно, понятно. И самое главное, чтобы было обеспечено надлежащее качество этих услуг. И в век современных технологий невозможно без разработки нового программного обеспечения. И в этой связи, в этом здании эти технологии будут применяться. Брестское агентство, оно одно из тех, кто всегда на острие решения современных вопросов. Здесь все будет делаться для комфортного, удобного обслуживания тех людей, которые приходят сюда, чтобы они не чувствовали сложности в оформлении прав на недвижимость. Первый этаж – операционный зал с регистрационными кабинами, архив, отделение «Беларусьбанка» и «Инфокиоск». Этажом выше размещены отделы оценки и риэлторских услуг, регистрация, конференц-зал. На третьем – технические отделы, на четвертом – кабинеты персонала. Сегодня в Брестском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру работает порядка 150 сотрудников. Ежегодно к ним за услугами обращается более тысячи человек. Видно уровень, подняли. Надеюсь, что очередей не будет, и будет все удачно. Нету таких очередей, люди так не сидят. Каждый по своим идет. Кому деньги поменять, кому какие-то документы взять. Ну, все в разные окошки идут. Я считаю, что так лучше. Цена вопроса, включая строительно-монтажные работы, закупку оборудования и мебели, в пределах 46 миллиардов рублей собственных средств Брестского агентства. Порядка 20 миллиардов выделено из инвестиционного фонда Государственного комитета по имуществу. Все делается для того, чтобы создать комфортные условия и не создавать трудности для наших людей в плане проведения различных процедур, связанных с регистрацией имущества, перерегистрацией, как я уже говорил, для того, чтобы провести любые процедуры, и не только физическим лицам, но и юридическим лицам. Не секрет, что сегодня при преобразовании различных государственных структур, при преобразовании предприятий, при слиянии, объединений, требуется регистрация всего недвижимого имущества. И, конечно, паспорта надо делать на объекты, поэтому вот это как раз тот объект, который очень-очень нужен сегодня, для того, чтобы ускорить все эти процессы. В системе Государственного имущества во всех территориальных организациях по госрегистрации в земельном кадастре имеются достойные условия. Сегодня есть электронные средства обработки всех наших заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Сегодня уже внедряются методы экстерриториального обслуживания, то есть любой гражданин из Витебска или какого-то там сельского населенного пункта страны может к нам прийти, подать здесь заявление и получить выписку на тот объект, который находится за пределами города Бреста. Кроме этого, да, у нас и в старом здании, и здесь уже, как и в других агентствах, был реализован принцип, что не обязательно приходить самому, а сегодня по системе «Одно окно» исполкомы удаленным доступом получают такие справки и уже с электронными подписями, у кого есть электронная цифровая подпись. То есть сам сотрудник исполкома может своей электронной цифровой подписью подтвердить то, что мы ему по электронной, так сказать, почте вышли, и эту справочку выдать гражданину. Совершенствование условий приема посетителей на Брещене проводится по всей отрасли Госкомимущества. Специалисты отмечают, что работа эта находится на завершающем этапе. За годы модернизации и реконструкции в регионе созданы прекрасные условия для людей, обратившихся в Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, который мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. Парламентская делегация во главе с руководителем группы «Дружбы Грузия» Республика Беларусь Александром Кантария с рабочим визитом прибыла в город над Бугом. В рамках встречи с руководителями области и города обсуждался вопрос перспектив торгово-экономического сотрудничества и активизации двухсторонних отношений между Брещиной и грузинскими регионами. На встрече Александр Кантария подчеркнул, что уровень белорусско-грузинских отношений идет по нарастающей по всем направлениям. В планах увеличения товарооборота между регионами – возможное создание совместных производств, которые позволят торговать на рынках Европейского и Евразийского экономического союзов. Председатель Бресского областного совета депутатов Сергей Ашмянцев провел прямую телефонную линию с жителями региона. Вопросы сферы деятельности жилищно-коммунального хозяйства на первом месте в списке обращений – порядка 40%. На втором – 19% жилищная тематика, больше стало вопросов, связанных с трудоустройством. Еще один пласт вопросов, касающихся жилищной сферы. Все поступившие на прямую линию вопросы будут проанализированы, рассмотрены, на все будут даны ответы. Но стоит отметить, что на многие звонки могли дать разъяснение и на местах, в районных исполкомах. А значит, обратную связь с руководством в районах следует усилить. Сотрудниками уголовного розыска Брестской милиции задержаны воры-гастролеры, совершившие серию квартирных краж в областном центре. Задержанными лицами оказались 28-летние и 36-летние жители города Севастополь. Злоумышленники совершили не менее 12 краж из жилищ граждан. В настоящее время правоохранителями проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению причастности задержанных лиц к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Оружие со столетней истории нашел в лесу житель Брестского района. Бельгийское оружие элитной оружейной фабрики «Август Франкотт» артефакт редкий и очень интересный оказалось на баллистической экспертизе в Брестском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз. Несмотря на то, что ружье частично покрыто коррозией и нуждается в косметическом ремонте, оно функционирует до сих пор и прекрасно стреляет. Сегодня такое оружие не изготавливается. Сотрудники подразделений Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели первые в этом году плановые учения. Они прошли на территории предприятия «Брестгазоаппарат». В цехах предприятия осуществляется производство такого материала, как пенополистирол. В случае чрезвычайной ситуации его возгорание чревато обильным выделением дыма, а также токсичных веществ. Тщательно отработать действия по предотвращению опасности задача, стоящая перед брестскими огнеборцами, была выполнена. В областном центре состоялся большой галоконцерт с участием финалистов городских конкурсов «Крылья и ступени». На протяжении нескольких недель ребята проходили два этапа кастинга. Лучшие из лучших пробились в последние туры, получили почетное право выступить на одной из главных сцен города Донбурга. Обладательницей гран-при конкурса «Ступени» стала Алиса Колядая, учащаяся с 7-й средней школы. В Бресте не так давно гражданин Польши пытался обменять в банке купюру номиналом 100 долларов. Подлинность банкноты вызвала сомнения у кассира, о чем она проинформировала сотрудников правоохранительных органов. По словам задержанного, эти деньги получил он от своего работодателя на командировочные расходы и понятия не имел, что купюра поддельная. Во время обыска поляка были найдены и другие банкноты. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте задержанного может оказаться каждый из нас, поскольку оборот подделок только растет. Об этом свидетельствует статистика. Как быстро определить подлинность или выявить фальшивую купюру и что с ней делать дальше, смотрите в сюжете Виктории Драгобецкой. Ежедневно десятки отделений банков по всему городу проводят, наверное, одну из самых частых операций – обмен валют. Именно эта процедура позволяет одновременно доказать либо опровергнуть подлинность той или иной купюры. Зачастую банк становится первым звеном в цепочке по обнаружению фальшивых денег, которые не выдерживают детектор проверки подлинности банкнот. Как итог, сотрудник нажимает на тревожную кнопку, приезжает на ряд милиции и начинается разбирательство. Как показывает статистика, такие случаи – не редкость. Более того, некоторые из нас на собственном опыте в этом убеждались. В 2015 году на территории Брестской области зарегистрировано 103 факта сбыта поддельных денежных знаков. Наибольшее количество таких фактов зарегистрировано на территорию города Бреста, а также Барановичи и Пинск. Практически все поддельные банкноты были выявлены при обмене валюты в банковских учреждениях. Около 80% обнаруженных поддельных денежных знаков было ввезено на территорию области и стран ближнего зарубежья. По давляющим большинстве случаев изымаемые поддельные денежные знаки – это доллары США, а также российские рубли. Почти каждую неделю в Брестке межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз поступают сомнительные купюры. Как правило, это российские рубли или американские доллары. Буквально пару дней назад наша съемочная группа застала эксперта за исследованием одной такой сотни зеленых, которая была изъята у гражданина в ходе обменной операции. В результате купюра оказалась фальшивой. Являются они полной подделкой, потому что подделки бывают полные и частичные. Полное заключается в том, что имитируются все элементы защиты, имитируются все изображения, а частичная подделка заключается в том, что, допустим, берут подлинный денежный билет, очень часто, допустим, берут 5 долларов США, доклеивают нолики, и получается 50 долларов США. То есть, как бы, основные изображения, они сделаны по технологии, не вызывают сомнения, а вот бывают невнимательные граждане, не замечают этого, и им, допустим, подсовывают вот такие денежные билеты, и потом они где-нибудь их сдают, и в банках это выявляется. Все денежные билеты, в том числе и наши белорусские рубли, они имеют, скажем так, три вида защиты. Это технологическая, физико-химическая и полиграфическая. В первую очередь мы смотрим полиграфическую защиту. То есть, это то, каким способом нанесены изображения. Именно ошибки в полиграфии могут вызвать подозрения на предмет подлинности той или иной купюры. В отличие от заводской технологии, согласно которой серийные номера на молокноте наносятся высокой печатью, преступники в 99% случаев делают это с помощью обычного принтера. Определить такое несоответствие может только специалист. На счет того, что существует негласное правило проверки молокнот для обывателя, у экспертов есть свое мнение. Смотреть, допустим, на качество бумаги, еще, как знаете, в некоторых передачах говорят, потрогать, и может она там шершавая, шероховатая, рельеф прощупывается. Да, такое как бы, ну обывателю это более понятно, но бывает, что денежный билет постиран, бывает, что даже есть денежные билеты, которые подлинные, но они бракованные, и там что-то может в изображениях не совпадать. И человек может порой даже подумать на подлинный билет, что это фальшивый. Поэтому при малейших колебаниях и сомнениях по поводу подлинности той или иной банкноты специалисты рекомендуют обращаться в межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз по месту жительства. В этой ситуации принцип доверяй, но проверяй, как нельзя кстати. Если в банке выяснится, что купюра поддельная, вас ждет долгая и неприятная процедура допроса и обыска. Чтобы этого избежать, старайтесь все валютные операции проводить в отделениях банка и не пользоваться услугами валютчиков себе дороже. Виталия Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Бугенформ». Продолжаем говорить о важном, интересном, актуальном. В борьбе со стихией и не только огненной спасатели Брещины успешно справлялись в 2015 году. Сюрпризы погоды, человеческая беспечность, элементарное несоблюдение правил безопасной жизнедеятельности. И даже это далеко не все причины, которые приводили к плачевным последствиям, требующим оперативного вмешательства огнеборцев. Помимо этого, работники службы дня и ночи активно участвовали в проведении информационных кампаний на противопожарную тематику. Предупрежден – значит вооружен. Данный постулат не утрачивает своей актуальности. На эффективность работы спасателей повлияло тесное взаимодействие Брестского областного управления МЧС со средствами массовой информации региона. Итоги такой совместной работы традиционно подводятся в начале года. Как раз такая встреча на днях прошла в стенах Международного молодежного волонтерского центра. О том, как это было, расскажет София Бережная. Встреча спасателей с представителями пишущей и снимающей братья уже давно стала доброй традицией. Освещая деятельность МЧСовцев в разных ракурсах, журналисты таким образом оказывают огромную помощь огнеборцам в деле предупреждения гибели людей. О высоких результатах совместного труда красноречиво свидетельствуют показатели. Значительно повысился в последние годы уровень культуры безопасности. Этот положительный момент отметил глава МЧС области Константин Шершунович в своем обращении к журналистам на торжественной церемонии. За помощь в работе и отзывчивость сотрудников печатных и аудиовизуальных СМИ искренне поблагодарил главный спасатель Брещины. Я говорю вам слова огромнейшей благодарности за ваш труд, за ваш очень эффективный труд, потому что именно вы содействуете и способствуете развитию в нашем обществе, укреплению культуры безопасности, общей культуры. Именно вы освещаете всю деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям. И общество видит, чем занимается Министерство, какие проблемы, какие сложности. А с другой стороны, вы вселяете надежду. И это правильно, что на данный момент система Министерства по чрезвычайным ситуациям вполне способна выполнять возложенные задачи, возложенные функции. И это вселяет определенную уверенность. Это здорово. Уже по традиции спасатели подвели итоги ежегодного областного творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации, деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Работа журналистов всего региона заслужила высокой оценки. Однако среди них были выбраны лучшие в трех номинациях. В этот день главные награды получили наши коллеги Белтеля радиокомпания, Брест, редакция газеты Ивацевичский вестник. В номинации «Лучшее авторство» победителем стал корреспондент нашего телеканала. Трофей от МЧС, конечно, отличный бонус, высокая оценка труда журналистов. Но, по словам самих спасателей, это лишь малая часть благодарности, которую они хотели бы выразить представителям пишущей братьи. Преимущество такой вот дружбы, такого сотрудничества, средств массовой информации, телевидения, газет и министерства по чрезвычайным ситуациям, оно очень полезно для любого города, для любой области, для страны в целом. Почему? Потому что как только что-то случается, они приходят на помощь. Мы рядом с ними, мы доносим информацию до людей, предупреждая их о том, чего может не совершиться. Мы предупреждаем вместе с ними о различных возможных бедах. Поэтому, насколько мы оперативно сработаем вместе, настолько наш город, наша страна будет спокойнее. Съемочная группа «Бук-ТВ» вместе со спасателями побывала в самых разных уголках области. Нам довелось наблюдать огнеборцев, что называется, в деле. Будто борьба со стихией, ликвидацией чрезвычайных ситуаций разного характера, в том числе и техногенного. Тактика специальные учения, профилактическая работа с гражданами. Все это время мы тесно взаимодействовали, освещали события, демонстрировали зрителям реальную картину происходящего. Надо сказать, что и в празднике съемочная группа была вместе со спасателями. Ярким тому примером стала значимая для огнеборцев дата – День пожарной службы, прошедший в этом году на священной земле Брестской крепости. Понять специфику работы пожарных помогли как боевые выезды, так и общение со спасателями. Наши корреспонденты провели день в компании огнеборцев и узнали, как проходят будни работников службы дня и ночи. Побывав в роли спасателя пожарного, а также диспетчера дежурной службы МЧС, хоть и на несколько минут убеждаешься в одном – их работа и опасна, и трудна. И это не просто слова, а точная характеристика профессии в целом. И пока эти бесстрашные и сильные люди будут контролировать обстановку в регионе, съемочная группа Бук ТВ без всяких сомнений будет держать своих зрителей в курсе дела. Огромное спасибо спасателям, которые всегда на чеку, которые всегда бдительны, которые преданно несут службу и которые охраняют нашу область. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. Продолжаем выпуск. Талантливый брещанин, журналист, профессионал, главный редактор одной из ведущих газет Брестской области общественно-политического издания «Заря» Александр Лагвинович, стал лауреатом специальной премии российского правительства. Эта новость практически за несколько часов стала одной из самых популярных у интернет-публики. Торжественная церемония награждения состоялась в январе в Москве. Тогда за этим событием наблюдали сотни берестейцев, с гордостью осознавая, что на российской земле, наравне с такими известными в медиапространстве людьми, как Ясен Засурский, Эдуард Сагалаев, Тимур и Елена Акизяковы – одно из самых престижных наград в области журналистики, получил наш земляк. Сегодня это торжественное событие позади, но жизнь и работа талантливого руководителя и журналиста продолжаются. Какие цели и задачи сегодня ставит Александр Лагвинович перед самим собой и своим коллективом? Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Международная журналистская дружба в очередной раз подкрепилась приятным поводом. На российском медиа-небосклоне появилась новая, в каком-то смысле «Путеводная звезда», рождение которой призвано укрепить связь писательско-издательских кругов российской столицы и белорусского Бреста. Заслуженную награду за укрепление духовно-культурных связей между братскими народами за популяризацию идеи дружбы и мира получил главный редактор областной газеты «Заря» Александр Лагвинович. Уже не один год региональное издание следует выбранному курсу. И, судя по отмеченным наградой успехам, справляется с этой задачей на высоком уровне. «Надо начинать с того, что у нас общественно-политическое издание, и мы освещаем не только жизнь нашего региона, не только жизнь Бреста, Брестской области, всех наших районов, но и, конечно, как любая общественно-политическая газета, мы стараемся максимально широко показывать жизнь в мире. Ну, в связи с множеством таких резонансных событий, да и вообще в целом ситуацией в мире, естественно, Российская Федерация, она сейчас на слуху, и Россия один из участников, активных участников мировых событий, поэтому естественно и она у нас где-то тоже на слуху и у наших журналистов, поэтому события в Российской Федерации мы тоже освещаем, наиболее резонансные». «Верная спутница военного Бреста». Именно так часто называют в узких кругах областную общественно-политическую газету «Заря». История ее появления и существования неразрывно связана с годами военного лихолетия. Несмотря на непростые условия, а издавалась газета в глубоком партизанском подполье, журналисты издания всегда находились на передовой, пытаясь своими силами бороться с врагом даже на оккупированной захватчиками территории. Сегодня о тех непростых временах напоминают экспонаты собственного музея-учреждения, созданного на основе предметов из личных коллекций первых мастеров пера «Зари», а также собранного силами сотрудников редакции. Наверное, именно это непростое прошлое смогло предопределить настоящее общественно-политическое издание. Практически из номера в номер переходят разного рода актуальные интервью, спецрепортажи, авторские портреты, проливающие свет на неизвестные страницы военного лихолетия. И именно эта тема является одним из самых крепких звеньев цепи, связывающей два народа, две страны – Беларусь и Россию. Газета издавалась в подполье, в глубоком подполье. Далеко не каждая газета может гордиться такой историей. И опять же, здесь пересеклось исторически очень много, потому что люди, которые работали, боролись в той газете, многие из них забрасывались тогда с большой земли, то есть с территории, которая сейчас российская территория, боролись у нас, боролись за общую историю, за общие наши идеалы, за наши ценности. Поэтому делить тот период мы никак не можем. Это и белорусская, и российская, раньше так называлось советская. Сегодня «Штат Зари» – это молодой творческий коллектив, который находится в постоянном поиске актуального и злободневного. Вопросы политики, экономики, спорта и искусства, заметки, портретные зарисовки, актуальные интервью, спецрепортажи из разных точек региона позволяют постоянным читателям быть в буквальном смысле в курсе событий, происходящих в области. Газета живет один день, и даже эту короткую жизнь она должна прожить красиво. Именно такое главное наставление дает своим сотрудникам, коллегам, редактор. И сделать это мастерам печатного слова бесспорно удается. Поиск творчества – вот это прежде всего. Все остальное, это уже может быть там за рамками, это уже каждый, наверное, сам от себя что-то требует. Но в общем нам предоставляется полная свобода творчества и всех, наш руководитель, нас нацеливает на поиск, на нечто такое креативное, чтобы, естественно, наше издание было интересным нашим читателям. Премия от российского премьера Дмитрия Медведева – это хоть и награда именная, но, как признается сам Александр Лагвинович, за ней работа всего коллектива. И очень хочется, чтобы достижение такого уровня было не единственным, а только одним из первых на творческом пути. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антуд Луговкин специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы просмотра заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни» я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 14 февраля погоду в Бресте, как и по всей стране, будут формировать системы атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Временами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедится. Ветер переменных направлений юго-восточный сменится в течение дня на юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 2-4 градуса, максимальная днем 6 градусов выше нуля. 15 февраля погоду будут формировать системы атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы. В Бресте ожидается облачность с прояснениями. В течение дня пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедится и туман. Ветер переменных направлений днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0, плюс 2, днем воздух прогреется до 13 градусов.